Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как изменится дорожная сеть и подвижной парк Самары к чемпионату мира по футболу? Как обновляется транспорт и что меняется в организации перевозок частниками? Об этом говорим сегодня и в нашей студии заместитель, руководитель департамента транспорта Самары Юрий Топелин. Здравствуйте, Юрий Михайлович! Добрый день! Скажите, пожалуйста, что же меняется в транспорте, в подвижном составе, так называемом Самары? Потому что горожане замечают то и дело новые какие-то модели транспорта. А вот если в целом картинку охарактеризовать, описать? Ну, в целом картина такая, что у нас чемпионат мира в 2018 году уже не за горами. И к этой дате мы стараемся обновлять подвижной состав, закупать новые, более удобные, более современные виды транспорта. И это речь идет обо всем городском транспорте. Это и автобусы, и трамваи, и троллейбусы. Я думаю, вы их уже видели новые. Да, да, да. Но начинается, наверное, с такой технической апробации. Не сразу же закупаются модели определенные? Как все это происходит? Ну, тут зависит от того, о чем именно идет речь. Ну, вот автобусы, например. Вот видели новые такие белые газомоторные автобусы ходят у нас по улицам. У них на крыше еще такая надстройка, где вот это оборудование расположено. Вот эти автобусы, они, в принципе, уже такие проверенные временем. То есть мы их закупаем без каких-то сомнений. Мы уже знаем, как они работают. Это отечественного производства, да? Да, это лиаз производства. Понимаем, как ремонтная база у них устроена, что там в эксплуатации они требуют и так далее. А вот другой пример с трамваями, он как бы для нас более интересный и новый. Вот трехфекционные трамваи. Вы, наверное, видели трамвай Метелица у нас. В городе был такой беленький, космический его еще называли. Да, это белый, красивый. Он завораживает буквально. Но, кстати, вот у нас есть сюжет про этот трамвай. Давайте посмотрим, а потом обсудим все детали. Не прощаемся, но говорим до свидания. Трамвай Метелица закончил тестирование в Самаре. Это первый трехфекционный вагон, который испытывали на прочность в городе с июля прошлого года. Было удивление и восхищение. Был, конечно, вопрос в том плане, что кто будет достоин сесть на такой вагон и как бы управлять этим вагоном. Управление, конечно, отличается. Чудо-трамвай стал настоящим событием не только для сотрудников ТТУ, но и для всех горожан. Многие садились в него из любопытства, чтобы прокатиться на необычном для Самары вагоне. В трамвайно-троллейбусном управлении рассказывают, выручка от продажи билетов в Метелице в несколько раз больше, чем в обычном вагоне. Низкий уровень пола, красивый внешний вид, теплая атмосфера и самые удобные сиденья. Это то, за что трамвай полюбился самарцам. И все зафиксировано в специальной книге отзывов. Сюда самарцы могли написать все свои впечатления. Во время испытаний выявились и минусы вагона. В час пик кондукторам трудно передвигаться по салону. Слишком узкий проход между сиденьями. Но производители говорят, что эту проблему решат без труда. В Самаре мы будем предлагать различные варианты планировки пассажирских салонов, расстановки сидений 2 плюс 1 и так далее. Но это мы согласуем уже непосредственно, когда будем выходить на тендер. Самара – второй город после Москвы, где Метелица прошла испытание. Пока нигде в России белорусские вагоны не эксплуатируются. В столице трамвай получил приз зрительских симпатий. В самарском ТТУ с выводами не спешат. Сравнить будет с чем. На линию вышел еще один трехсекционный вагон усть-катавского завода. И уже на пути в Самару еще одна модель с завода Екатеринбурга. Трехсекционные вагоны тестируются в рамках программы обновления пассажирского транспорта к Чемпионату мира по футболу. По итогам испытаний город выберет лучшую модель. Хочется узнать ваше мнение как эксперта. Я думаю, что вы-то уж успели побывать и в том, и в другом трамвае. И мнение специалистов какое. Все-таки они выйдут на улицу нашего города? Или придется что-то переделывать и даже может отказываться от них? Смотрите, у нас всего вот мы пока видели три трамвая. Это Метелица, который у нас откатался достаточно продолжительное время. И два новых. Это один усть-катавский и один Урал-Трансмаш трамвай. Какой из них, я могу сразу сказать, мы выберем, мы пока сами не знаем. Потому что только по Метелице вот у нас прошли испытания. А два других трамвая, ну они буквально недавно поступили, и еще работа эта не закончена. Ну а слепо как бы выбирать первое попавшееся, это может быть не совсем правильно, да, когда есть разные варианты там для выбора. Что как бы видно уже сейчас? Метелица, у него, ну есть там такие плюсы интересные, которых раньше в принципе не видели пассажиры трамвая. Ну, например, розетки, с помощью которых можно телефон подзарядить. Вот если у вас с собой есть шнурок зарядный. Как в поезде практически, да. Вот пока едешь, раз, у тебя там проценты прибавились в батарейке. Тем более многие едут минут 40 и 50, если из одной точки города и в другую. Вот еще там, ну такая вот штука интересная, там двери есть и с одной стороны трамвай, и с другой. Вот это не совсем понятно, зачем это надо, но вот для того, чтобы когда трамвай доехал до конечной точки, например, он не разворачивается на кольце, если где-то этого кольца нет, например, а водитель просто, машинист, выходит, переходит вот в другую кабину, с другой стороны вагона. Еще одна аналогия с поездами, да, мне кажется? Да, едет назад, точно так же, как в поездах. Да. А Wi-Fi? Ну, Wi-Fi может устанавливаться на любом трамвае, поэтому тут нет такого, что там на Метелице он есть, там на других трамваях его нет, допустим, да, Wi-Fi это такая более стандартная штука. Вот, но, как бы вот, говоря о той же Метелице, вот и в ролике об этом было сказано, там, конечно, нужно подумать над расположением сидений внутри салона, потому что вот эта схема 2 плюс 2, когда с одной стороны 2 стоят сидения, с другой стороны 2 сидения, между ними не очень много места остается. То есть, если летом это еще более-менее как бы терпимо, то зимой, когда люди носят верхнюю одежду, и когда еще кондуктор идет в этом проходе, то уже как-то вот не очень. Ну, вы можете вот эти все замечания озвучить, и производителю пойдут на какие-то улучшения. Конечно, эти замечания были сразу озвучены производителем, от них был точно так же сразу практически получен ответ, что они будут рассматривать там какие-то другие варианты компоновки предлагать. Ну, и вот по тому же салону, например, в ролике показывали Усть-Котавский, трамвай у него, вот на этой средней секции там есть такое место, где пассажирские места расположены в проходе, люди сидят лицом друг к другу, как в вагоне метро. И там тоже, ну, такое место узковатое, честно говоря, вот даже губернатору, когда показывали, все обратили внимание, что вот когда люди там сидят, и кто-то идет по этому проходу, он, ну, наверняка наступит кому-то там на ногу. Поэтому там тоже нужно как-то вот это разнести. И вот трамвай, который Урал-Трансмаш, он немножко отличается от Усть-Котавского и от Метелицы, потому что если эти трамваи, они трехсекционные, в них как бы три вагона, да, то вот Урал-Трансмаш это два с половиной вагона, он чуть покороче, там не 33 метра, а 27, 27, но вот он меньше людей, там в него помещается там условно не 270, а 215, но он и стоит, извините, дешевле, вот, соответственно. Ну и мы все эти трамваи будем пробовать, потому что там масса есть нюансов в эксплуатации, вплоть до того, чтобы вот в нашем предприятии такой большой трамвай в депо, чтобы он мог заехать и поместиться, потому что у нас-то, извините, как бы одновагонные до этого были все время. Вот, поэтому мы на это смотрим, отзывы собираются как с точки зрения пассажиров, в каждом трамвае висит журнал отзывов, каждый пассажир может подойти и написать все, что он думает там и про трамвай, и про наше предприятие и так далее. Вот я лично листал, например, эти отзывы, ну они, конечно, разные там встречаются, но большинство все-таки положительно оценивают, потому что трамваи нравятся, таких люди раньше не видели у нас. И с точки зрения эксплуатации тоже вот наше предприятие смотрит, как себя ведет трамвай на тестовых испытаниях, там всякие бывают и внештатные ситуации, все они отрабатываются, смотрят с точки зрения там ремонта, что как мы можем. Ну и потом вот у нас, опять же, только один, пока трамвай прошел эксплуатацию, два сейчас вот в тестовой эксплуатации находятся, когда мы посмотрим все три, мы тогда решение приняли. Да, вот, а по каким маршрутам они будут ходить? Интересно. Ну вот Метелица у нас ходил по 20 маршруту через весь город, два трамвая новые, которые сейчас ходят, они ходят по пятерке, по 22 маршруту. Ну мы стараемся, чтобы как можно больше людей увидели, что у нас есть новый трамвай, как можно больше пассажиров смогли в нем проехать. Ну раз встал вопрос такой об обновлении парка транспортного, значит ситуация, в общем-то, не так хороша. Вот степень изношенности на нынешний момент можно как-то, чтобы мы понимали. Большая. Степень износа порядка 80% по ТТУ, ну по ПАТу чуть-чуть лучше, там порядка 50% уже можно говорить, потому что вот, что касается автобусов, у нас все-таки, ну если парк предприятия условно там 300 автобусов, из них 120, это вот закупка последних двух лет, то есть фактически вот, ну наполовину почти что новый подвижной состав на предприятии. По трамвайно-троллейбусному управлению там ситуация не такая хорошая, ну во-первых, автобусы, они в принципе дешевле сами по себе, то есть их как бы, ну проще купить, условно говоря. Вот, а трамваи и троллейбусы такой вот массированной закупки, как автобусов у нас давно не было, и парк там побольше, и там поэтому износ приближается где-то к 80%, вот по трамвайным вагонам у нас их 424, ну и там вагонов 350 бы можно новых закупить. А вот по троллейбусам? По троллейбусам у нас была закупка 19 троллейбусов вот в позапрошлом теперь уже году, они весной 15-го года пришли в город, и еще 20 штук вот закуплены. В четвертом квартале 15-го года тоже сейчас они к нам поступают. То есть у нас всего в городе троллейбусов 236, вот считайте 40 уже новых пришло. А несмотря на это, что уже закуплено вот в таком количестве, еще будет закупаться техника? Потому что вот сейчас раз и все. Нет, потребность у нас такая есть, вот к чемпионату мы будем закупать еще, как раз вот уже в этом году будет закупка трехсекционных трамваев новых, поэтому тут у нас планы, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать, поэтому давайте посмотрим еще один сюжет о новом транспорте, который представляли в Самаре, потом продолжим разговор. Трамвайное депо полно новой современной техники. Всего несколько лет назад водители трамваев и троллейбусов могли о таком только мечтать. А сегодня получают ключи от нового подвижного состава. Троллейбус нового поколения Алексей Тишин обкатал без пассажиров и уже оценил все преимущества. При форс-мажоре, если вдруг в проводах отключат электричество, машина сможет проехать несколько километров на аккумуляторе. В управлении легче, мягче идет по дороге, чем старые троллейбусы. Водители трамваев также в восторге от новых вагонов. Все они низкопольные и оборудованы кондиционерами и камерами видеонаблюдения. Три камеры салона и наружные камеры, три штуки включены. Это удобно при скоплении машин, это ты можешь посмотреть, как прошел вагон. Хорошо, нехорошо, не задели ли кого-то, стоит ли кто-то около вагона. Если идет посадка, высадка пассажиров, бывает так, что в зеркалах не все можно увидеть. Есть мертвые зоны, и вот по камерам больше можно обзора получить. Десять новых троллейбусов и столько же трамваев выйдут на маршруты уже в ближайшее время. Сегодня их презентовали первым лицам. И это не все обновки. Только в прошлом году в Самаре закупили более сотни троллейбусов и автобусов. А вскоре в город приедут еще порядка двух десятков единиц машин. 63-й регион вообще лидер по обновлению общественного транспорта. Одна треть всех субсидий из федерального бюджета получила именно Самарская область. В этом году придут, еще в 17-м году будут приходить, и я думаю в 18-м году еще к чемпионату мира мы успеем закупить дополнительно. Основные маршруты будут точно закрыты. Предстоящему Самаре-Мундиалю планируют закупить и трехсекционные трамваи. Один уже прошел тест, это белорусская метелица, а Усть-Катавский состав еще пока сдает экзамен. В очереди уральский трамвай. После того, как выберут лучшую модель, по самарским рельсам будут курсировать 10 суперсовременных трамваев. Еще один трехсекционник. Еще один трехсекционник? Вот мы продолжаем обсуждение уже сюжета. Вот Юрий Михайлович, добавляйте что еще? Ну, у нас, да, есть такие пока предварительные договоренности с заводом, что летом, может быть, еще нам вот четвертую модель еще поставят тоже на тесты и тоже ее будем смотреть. Ну, я не буду пока модели называть, потому что это на 100% еще не подтверждено, но вот может быть такой сюрприз тоже. Ну, вот я надеюсь, что вы подтвердите информацию такую, что будет реализован проект все-таки создания скоростной линии от улицы Ташкентской до стадиона. Хотелось бы, да, чтобы она была скоростная линия или не получится? Ну, смотрите, у нас вот есть в рамках подготовки к чемпионату мира Федеральное министерство транспорта подготовило концепцию проведения чемпионата. И вот в Самаре там есть такой раздел, который говорит, что от железнодорожного вокзала до стадиона нам надо привезти 12 тысяч пассажиров. Это люди, которые приедут в наш город смотреть на игры болельщиков. Причем эта цифра, она неизменна. Вот мы же жеребьевку еще не знаем, как бы неважно, будут тут играть какие-то суперпопулярные команды или там, если вдруг менее популярные в Самару выпадут, все равно вот эти 12 тысяч человек, они точно будут. Их доставить предполагается на трамваи. Чтобы они могли доехать до стадиона, у нас нужно построить небольшой участок путей от улицы Ташкентской и вот до этой территории, рядом с стадионом. Ну, условно, вот по Ташкентской мы едем, доезжаем до Московского шоссе, поворачиваем налево и там прямо километра два до того места, откуда уже пешком можно дойти удобно. У нас сейчас разрабатывается проект вот этой трамвайной линии, он находится в госэкспертизе уже на выходе практически. Мы ожидаем, что в самое ближайшее время положительное заключение будет получено и можно будет приступать уже к торгам и потом к строительным монтажным работам. Вот этот вот участок, он предполагается, что там, скорее всего, остановок не будет, то есть от Ташкентской вот прям трамвай идет непосредственно до стадиона, вот, а в остальной части города он будет ходить. Ну, так же, как и сейчас ходят трамваи, но только, конечно, когда будет чемпионат, там будет трамвай в зеленый свет, приоритетное движение, он будет идти максимально быстро, там, может быть, светофоры будут зеленым загоряться, когда идет трамвай. Да, главное еще автолюбителей приучить к этому, потому что вот тут тоже вопрос о безопасности, наверное, как-то. Сразу, если будет скоростной трамвай, мы же не привыкли к этому? Нет, ну, извините, все пересечения трамвая у нас, они оборудованы светофорами с дорогой, то есть, если идет трамвай, ему зеленый свет, то машинам красный свет, но на красный свет у нас все-таки не ездят люди. Ну, будем надеяться, что все это реализуется. И вот если вообще, вот так складывается такое впечатление, что будущее за транспортом вот таким, так скажем, с электрическим движением, или как это правильно называется, вот стратегически прорабатывается как-то вот это департаментом развития вот именно вот этого направления? Потому что троллейбусы, да, вот трамвай очень большое внимание уделяется. Ну, вы знаете. И как это в мире, вот если вот все это сравнить, допустим, какую-то аналогию провести? А в мире-то много всего есть. Вот слышали, наверное, последние новости, когда в... Вот РЖД у нас даже заинтересовалось проектом, когда по специальному выделенному пути, но не по рельсам, а в такой трубе, вот в вакууме идет этот гиперлуп, так называемый поезд, который за счет там сжатого воздуха, вот как система пневмопочты, он очень большую скорость развивает. Это экспериментальные такие проекты, вот. Да, но пока вот трамвай, троллейбусы и автобусы, да. И в количественном отношении пока вот не ограничивается, да, закупки, то есть будет наращиваться, будем надеяться, все-таки. Да. И отношения с частниками, с частными перевозчиками. Было время, когда вот уже все говорили про эти газели, что это неудобно, некомфортно, что там меры безопасности и так далее все нарушаются, как сегодня обстоит дело. Вот, как вы... Мне кажется, они... Это самое важное для пассажира, да, то есть, что вот когда человек подходит к остановке, это, во-первых, чтобы к остановке подошел автобус вовремя, это соблюдение расписания. Во-вторых, чтобы это был приятный внешне и удобный изнутри автобус, чтобы в него можно было зайти, вот, то, что называется для маломобильных граждан доступный, когда вот он подъезжает и ступенька вровень с тротуаром, да, это такой низкопольный. А у участников есть такие возможности обеспечить вот это? Ну, как раз с 2013 года вот чуть более 200 автобусов таких закуплено частниками. Ну, вы видели, наверное, беленькие МАЗ-206 такие ходят по городу. Да, там есть возможность. Да, как раз они вот такие полу-низкопольные, то есть в них заходишь вот вровень с тротуаром, ну, внутри там есть потом возвышение в салоне, там можно подняться, ну, и есть площадка, где там в том числе можно стоять вот с низким уровнем пола. Вот это первая вещь, чтобы автобус подошел вовремя, вторая вещь, чтобы он был удобный и приятный, и третья вещь, чтобы в этом автобусе можно было оплатить проезд всеми теми видами проездных билетов, которые у нас имеются в городе. То есть это и самая базовая за наличный расчет, и по транспортным картам, то есть по безналу, и всеми там карты школьника, карты студента, социальные карты, которые пенсионеры, которыми пользуются. Вот. И вот на этих трех вещах мы строим отношения с перевозчиками. Как это достигается? Ну, вот, что касается автобусов, мы договоры с перевозчиками заключаем на конкурсной основе, и в условиях торгов мы как раз эти требования выставляем, что это вот автобусы, вот они именно такой вместимости должны быть, что они должны быть там белого цвета, чтобы было единообразнее, что они должны быть новые, там, не бог знает какого года, там, как эксплуатировавшиеся. Вот. И там, чтобы даже вот в случае что, когда этот автобус работает, он там, не дай бог, сломался, или срок годности его истек, вот перевозчик его меняет на точно такой же, а не на какой-то там другой. Что касается билетов, это, ну, долго достаточно, вот, знаете, я даже ходил там и на заседании Думы городской, там, много раз слышал, вот, и депутаты говорят, и все, когда вот это прекратится, подходит автобус, на нем стоит табличка «Нет льгот». Вот это вот как раз мы эти таблички убираем, чтобы все, в том числе льготные категории граждан, могли зайти и оплатить вот именно своим билетом проезд. И что касается соблюдения расписания, у нас есть городская диспетчерская служба, вот раньше к ней были подключены только наши предприятия муниципальные, там, вот, троллейбусы, трамваи, автобусы городские, а теперь туда и частные перевозчики также заводятся, и у них все автобусы оборудованы системой навигации, и через сервер мы можем видеть, как этот автобус едет, там, где он находится, каким образом расписание выполняется. Ну и граждане также, вот, пребывалка, это наше, знаете, для телефонов такое приложение, что ты подошел к остановке, так в телефоне нажал, и она пишет, что к вам там подходит такой-то автобус, там, через пять минут будет такой-то трамвай, вот. А вообще, вот, допустим, купил житель Самары такой автобус, вот, и хочет заниматься частными перевозками, вот какая схема дальнейшего его действия, к кому он должен обратиться, в какие службы, на какой маршрут он выйдет, вот, чтобы это понять. Вы знаете. И бесконечное количество не может же машин, вот, честников выходить на улицу? Ну, с одним автобусом он вряд ли куда-то выйдет, у нас есть постановлением главы утвержден реестр маршрутов, по каждому маршруту у нас существует установленное количество автобусов, которое там работает, ну, исходя из расписания. Ну, грубо говоря, вот он, если он выйдет со своим одним автобусом, ну, что он там, раз в день, что ли, будет ходить, да, остановку проезжать, на это же никто из жителей не согласится. Вот, поэтому, ну, этот перевозчик, он или должен там как-то поднакопить, что ли, денег и купить там не один автобус, а побольше, чтобы ему хватило на какой-то маршрут, ну, или он там еще десять друзей должен найти с одним автобусом, чтобы они в организацию объединились, и тогда уже каким-то, ну, а что касается там, как ему выйти, то он, либо он должен выйти с инициативой, допустим, посмотреть, вот, если у нас заканчивается там договор по торгам с кем-то заключенный, подходит время нового конкурса, он может претендовать там на какой-то существующий маршрут, либо он может там выйти с инициативой, открыть новый маршрут, ну, там, тогда проводится исследование пассажиропотока, чтобы это там не дублировало существующее, если там такая потребность есть, там, есть возможность открыть новый маршрут, а также он выставляется на торги. Да, потому что этот рынок тоже должен как-то регулироваться. Регулируется. Вот буквально в этом году новый закон федеральный принят об автомобильных перевозках, там, все достаточно урегулировано, вот, в рамках этого закона все и делали. Да, ну, вообще, это вопросы транспортные, это такие сугубо социальные, они обсуждаются, как вы уже сказали, на всех уровнях, и с депутатами, и даже с главой города. Вот недавно произошла встреча главы города Олега Фурсова с жителями Советского района, и там тоже обсуждались вот эти вопросы. Посмотрим небольшой фрагмент. В Самаре появится новый автобусный маршрут по улице Дыбенко. Эту новость сообщил мэр Самары Олег Фурсов на встрече с жителями Советского района. После того, как на Дыбенко открылся крупный торговый центр и отделение пенсионного фонда, самарцы обратились в администрацию города, пустить по улице муниципальный автобус. Но общественный транспорт не может начать там курсировать до тех пор, пока дорогу не приведут в порядок. Ремонт начнется в ближайшие дни. До 1 сентября дорога там будет выполнена, и вы получите остановочный павильон и тротуары. Ходить по тротуарам хотят и жители домов по улице Георгия Райтнера. Сейчас вместо них только натоптанные тропинки вдоль проезжей части. И это единственный путь к находящимся здесь поликлинике и школе. Кроме того, на пересечении с улицей Карла Маркса нет пешеходного перехода. Подойти в дождь и в межсезонье просто невозможно в связи с отсутствием каких-либо дорог с жестким покрытием. Там идут дети и все остальное. У нас просто отсутствует ливневая канализация, потому что там стоит большая лужа, и все дети чуть ли не в сапогах должны туда идти. Мэр дает поручение своим подчиненным проверить ливневую канализацию. А там, где ее нет, организовать откачку лужи бойлерными машинами. И усовершенствовать организацию дорожного движения. Если можно изменить движение транспорта, предложение подготовим, с ГАИ согласуем. Я думаю, что организуем несколько иначе все. И по тротуару, значит, тоже надо взять работу, Вячеслав Сергеевич. Если не позволяет через солянку, как вы говорите, давайте грануля там отсыпем. Вот мы это делали. Два года прослужит, а там, может быть, подойдем уже к нормальному тротуару. Просто уровень поднимем, чтобы нормально была пешеходная дорожка. Да, вопрос транспорта, это не только машины, да, и вот этот парк. Но тут и дороги, и чего только нет, и безопасность, очень много составляющих. Вот Олег Борисович озвучил по улице Дебенко, да, вот эту проблему, которую много лет уже на слуху, может быть, как-то еще прокомментируете, что ждет граждан? Я был на этой встрече с жителем, я отвечал на этот вопрос. Ну, просто в сюжет не попал, понятно. Вот, там ситуация какая. У нас давно есть схема автобусного маршрута, чтобы он ходил там по улице Дебенко, там есть возможность Советской армии перекинуть с Авроры, вот, насыщенный достаточно там с Осипенко, с Антона Вовсиенко, то есть, вот. Там пока мы не можем этот маршрут запустить, потому что нам не даст добро ГАИ. А ГАИ не даст добро, пока у нас не появятся заездные карманы на остановку, чтобы автобус не просто на дороге останавливался и высаживал людей, вот, ну, в никуда, на проезжую часть, где они тут же там опасности подвергаются, потому что там движение интенсивное. Поэтому вот на лето у нас запланирован ремонт этой дороги, в рамках которого как раз будут сделаны эти заездные карманы. Вот как только они там появятся, мы тут же несем в ГАИ свою схему, они нам ее согласовывают, и тогда автобусный маршрут под Дебенко пойдет. Потому что, ну, конечно, это не дело, когда там востребованные объекты такие находятся, да, а люди на автобусе приехать туда не могут. Ну, вот мы больше в течение нашего разговора говорили о перспективах все-таки, закупкой нового транспорта и вот с маршрутами. А что уже сделано департаментом, вот, в том же отношении с частными перевозчиками? Ну, вот с частными перевозчиками, вот все, что я рассказывал, вот эти вот объединенных требованиях, да, которые, ну, вот, я еще раз просто подчеркну, что вот эти требования, они всегда предъявлялись к муниципальным перевозчикам, и вот наше предприятие, допустим, пассажирский автомобильный транспорт, оно их всегда выполняло, а коммерческим перевозчикам они стали предъявляться, ну, относительно недавно, скажем так, да, и если этих требований раньше не было, то теперь они есть, вот. И за последние вот три года работы, вот, я назову просто маршруты, это двойка, пятый Д, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, тридцать четвертый, сорок первый, пятьдесят второй, шестьдесят седьмой, семидесятый, это вот те маршруты, которые мы привели вот к этому единому стандарту. Это, с одной стороны, знаете, как бы, может быть и немного, вот, просто в плане перечисления маршрутов, но зато под каждый этот маршрут ходит новый теперь общественный транспорт, новые автобусы, вот. По каждому из этих маршрутов ездят льготники, чего раньше не было. А это, ну, как бы, тоже не очень простая работа, потому что это... И частного перевозчика надо убедить, чтобы он прямо сейчас вот где-то нашел денег, купил эти новые автобусы. В бюджете нам надо изыскать, потому что, извините, когда едет школьник и платит, там, один с половиной рублей, когда едет человек, платит 23 рубля за наличный расчет, это немножко разная финансовая ситуация, и вот эту разницу мы там вынуждены компенсировать, да. Вот. Но мы это сделали. И на достигнутом останавливаться не будем. Я думаю, там, через какое-то время я смогу вам еще какие-то новые маршруты назвать, которые мы также перевели. Вот. Про газели вы тоже затрагивали вопрос. Вот газели у нас, ну, практически ушли уже из города. Если их несколько лет назад было, там, за тысячу, там, порядка тысяча двух, тысяча двухсот, то есть единиц, то сейчас вот намного их стало меньше. Да. Практически они не видны уже на улицах. И скоро уйдут совсем. Да, но это тоже большое достижение, потому что очень было много нареканий. Ну что ж, хочется пожелать вам новых достижений, как вы сказали, что, может, расскажете еще о проделанной работе. И, главное, достойно подойти, конечно, вот к нашему вот этому событию, к Чемпионату мира по футболу, чтобы все было организовано. Спасибо за то, что пришли к нам в программу. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин